всем привет с вами снова проект за порогом наконец-то на южный урал пришла долгожданная весна в этом году даже значительно раньше чем обычно а это значит что начинается сезон наших любимых весенних сплавов и в этом году мы решили начать сезон с небольшой но такой шустрый живописной классной речки миндин сплавной участок здесь небольшой всего около 20 километров может чуть больше и вот даже по этому поводу здесь установлен такой дорожный знак о том как это будет узнаете из нашей передачи поздравляю всех с наступлением весны поехали минди моряка небольшая всего 56 километров из которых для весеннего сплава пригодно пожалуй разве что половина течет по территории гафурийского района беря начало из нескольких небольших речек и ручьев стекающих со склонов хребта такаты разделяющего долины миндима и зелима куда он впоследствии впадает наш маршрут начинается с небольшой башкирской деревне которая также называется миндим ехать от уфы до нее вроде и немного всего 165 километров но последние 25 из них без асфальта и к тому же надо отогнать одну машину на место финиша а для этого сделать приличный крюк под сотню километров в одну сторону и вернуться обратно в итоге приехали мы уже поздно вечером лагерь ставили почти в темноте зато с утра были уже на реке а поскольку протяженность сплава невелика собирать суда недолго у нас было достаточно времени для осмотра окрестностей вот такой интересный сад камней кто когда и зачем его сделал понятия не имею но выглядит забавно ну вот пожалуйста наш башкирский ответ рэдисоном всяческим там холидеем и прочим хилтоном турбаза автобус в лесу это причем не просто такой оригинально оформленный хостел целая можно сказать сеть небольших но достаточно харизматичных турбаз судя по описанию должна быть пещера с тем же названием находится она прямо возле дороги но чтобы попасть туда надо преодолеть разлившийся весенний ручей недалеко от дороги заприметили вход в пещеру так достаточно живописно выглядит хочется сходить но поскольку весна ручей разлился перескочить не получится видимо придется идти вброд ура лед чистый лед перед тем как готовиться к поездке нашел на карте местоположение двух небольших пещер в окрестностях миндима вот но такое ощущение что немножко здесь информация некорректно или может быть не полностью представлена потому что две пещеры если верить карте были расположены там где автобусы вот там есть действительно одна пещера она у них называется безымянная а вот одну из них мы обнаружили здесь прямо на окраине деревни миндим если двигаться в сторону толпарова почему-то на карте и не было хотя по то по съемке она очень напоминает одну из этих пещер но сейчас пройдем посмотрим к сожалению не взял с собой этих описаний это по съемок дома распечатать было негде наверное надо было как-то сохранить в телефоне но я в общем то и так помню на память здесь находятся две пещеры одна из них называется баткакал вторая тикитал вот только не помню которая из них вот это потому что точно по-то по съемке все сходится небольшая короткая пещера длиной примерно наверное метров 50 от силы с высоким очень круто наклонным абсолютно прямым ходом уже дома уточнил данные действительно эта пещера называется баткакал вторая пещера тикитау находятся прямо над автобусом в лесу обе пещерки совсем небольшие особого интереса не представляют но как говорится от нечего делать слазить можно судя по всему тем кто был здесь до нас было уж совсем нечего делать не знаю возможно конечно это какая-то фикция но вот дата надписи на стене 1902 год может кто-то конечно так прикололся непонятно чем написано типа мел не мел ветер пачкается может кто-то просто так пошутил но в любом случае все надписи на стенах пещерах отвратительны скорей всего это все же 19 число второго месяца но тогда непонятно какого года в любом случае это не красит те кто пишет на стенах пещер или просто на скалах за подобные вещи должно быть стыдно но я сомневаюсь что таким людям свойственное чувство стыда но да ладно тема эта грустная и к сожалению не исчерпаемая не будем на ней зацикливаться нам то есть чем заняться ну вот наконец-то все приготовления сделаны настал тот самый трогательный момент который все водники называют стапель мы наконец-то встаем на воду мэндым в переводе с башкирского означает поднялся не могу с уверенностью истолковать смысл этого названия но думаю скорее всего речь идет о том что кто-то когда-то поднимался по живописной долине возможно это и был основатель деревне история об этом умалчивает весенняя вода тоже неплохо поднялась но судя по всему уже пошла на спад снег в горах еще лежит на северных склонах даже большом количестве но по ощущениям пик паводка прошел буквально несколько дней назад это самый удачный период для прохождения малорасходных рек на небольших судах а слишком высокий уровень когда вода выходит на пойму заполняет плотные заросли уремы по берегам может принести немало неприятностей слишком низкий уровень тоже не доставляет удовольствием приходится много таскать лодки при обносе завалов и прохождении мелких участков но не в этот раз нам вновь повезло не только с компанией но и с погодой и с водой ну вот на сегодня мы прошли совсем немного хотя у нас и целей задач на них не было чуть больше чем за час прошли около восьми километров но это примерно треть маршрута дошли до места которое называется козелтаж красная скала вот она прямо напротив когда-то здесь была деревня на называлась улятлы поэтому решили заранее пока солнышко светит остановиться в хорошем месте отдохнуть и завтра продолжим путь на старых картах еще можно разглядеть небольшой хутор козелтаж или улятлы на более современных это уже просто поляна в лесу чаще именуемая урочищем люди уже давно покинули это место и от каких-либо строений даже следов не осталось а вот для ночевки поляна подходит просто идеально пожалуй одной из самых живописных мест на реке первое что надо сделать следующий день сплава это вычерпать из лодки вчерашнюю воду сегодня это будет выглядеть примерно вот так вот так всегда люблю совмещать приятное с полезным вот сейчас кроме сплава кроме съемок собственно передачи мы заодно решили сделать такой сравнительный тест двух покрафтов в прошлом году я ходил по реке малый ик вот на этом маленьком покрафте компании сплав мне очень понравилось я впервые ходил на покрафте и остались только положительные ощущения сегодня вот коллеги из телеканала глазами туриста нам предоставили вот такой большенький достаточно покрафт от компании time trial они абсолютно разные я вот даже не берусь сказать какой лучше какой хуже то есть у каждого есть свои плюсы у каждого есть свои минусы этот покрафт очень юркий очень управляемый то есть буквально там можно крутиться на месте вот но даже внешне видно что объем очень сильно различается вот объем этого раза в три больше чем вот этого он абсолютно комфортен для одного человека с большим количеством груза он прекрасно держит высокую волну волы достаточно сами видите да вот эта толщина бортов здесь и здесь он менее ходкий он менее управляемый он такой утюжок вот правильно ольга вчера сказала это вот самый настоящий маленький утюжок он просто утюжит водную гладь и если она не гладь вот сами вчера наверное видели были достаточно такие серьезные волы как конечно там не какие-то там там троечные четверочные но вот я думаю что это уверенную двойку можно считать тогда он совершенно спокойно всю эту воду держит я ни разу не сливал вот за за мы конечно немного шли там чуть больше часа но я ни разу не сливал воду вот ребята причаливали сливали воду у меня вот сами видели я с утра достал тут ледушку выкинул собственно это была вся вода которая набрал за день поэтому я очень бы рекомендовал на такой пока единственное что конечно из минусов это базовая модель его надо брать не точно не базовой модели потому что вот здесь есть вот такие вот резинки которыми можно крепить допустим тот же самый насос и не более того его даже не за что взять вот так вот если нужно сильно груженый или наполненной водой покров вытащить я даже не знаю как это сделать вот не за что реально не то есть нужна хорошая силовая ручка где-нибудь да и по носу и по корме обязательно нужны как минимум силовые ручки по баартам я бы тоже бы рекомендовал какой-то более силовой наверное обвес да чтобы это были вот не такие резиночки хлипенькие а полноценные веревки но в целом вот как базовая модель он прекрасен он очень уверенно держит себя на воде в нем очень комфортно вот за счет вот этой вот широкой кормы сидишь ну просто как в кресле вот так вот поэтому ну скажем так по педибальной шкале я бы наверное оценил бы этот покров на 5 с минусом эта модель называется спутник light 1у то есть одноместный удлиненный компания time trial выпускает очень большую линейку не только покрафтов но и куда более серьезных судов и разобраться во всем их многообразии сходу вряд ли удастся я провел на сайте более часа чтобы только поверхностно изучить весь ассортимент не вникая в детали ну вот собственно оставляем за собой идеально чистую поляну можете сами видеть всем рекомендую есть старое правило которое соблюдается нормальные туристы то место куда вы пришли должно быть как минимум таким же после вас а еще лучше чище если вы увидели какой-то чужой мусор постарайтесь забрать вот с собой что мы всегда и делаем поехали удачу 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 Сегодня река значительно спокойнее, чем вчера, иногда встречаются небольшие шеверки, ну прям такие легенькие-легенькие, можно спокойно расслабиться, дрейфовать, отпустить весла, но правда впереди нас ждут три завала. Субтитры делал DimaTorzok Три завалов, о которых нас предупреждали, мой товарищ Андрюха Стоколов ходил здесь буквально дня за три до нас, сказал, что где-то три завала, видимо это первый. Пойдем посмотрим. Как я уже говорил, пик паводка прошел прямо перед нами и видимо в это время промыло русло. На нашем пути встретился только один полноценный завал и одно бревно поперек реки у самой воды, которые прошли даже не выходя на берег. Вскоре на горизонте показались первые строения деревни Каран-Елга, а за ней и более крупное село Саид-Баба, где и заканчивается наш недолгий, но яркий и запоминающийся маршрут. Все прошло на самом высшем уровне, ну а как еще может быть в такой замечательной компании? Мы уже много лет ходим по принципу важен человек, а не место, когда главное это не куда пойти, а с кем. Впрочем, и места стараемся подбирать подходящие, что и вам желаем. Ну вот закончился наш небольшой, но очень увлекательный сплав. Речка Мендим просто огонь, потрясающая река, очень понравилась, всем рекомендую. Соблюдайте, правда, необходимые меры безопасности, обязательно гидрокостюм, спас-жилет, но самое главное побольше путешествий, поменьше сидите дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!